всем привет сегодняшнем видео минутку добрый день я хочу записаться на занятия по эндуро только ни в коем случае не мотокросс вы не представляете как часто нам приходит слышать подобный запрос именно поэтому сегодняшнем видео мы хотим рассказать вам в чем же разница между эндуро и мотокроссом и почему если у вас есть возможность следует все-таки начать с мотокроссом многие думают что мотокросс это прыжки и трюки но на самом деле это мотофристайл это совершенно другая дисциплина о котором у нас еще выйдет ролик поэтому сейчас не будем на этом задерживаться а мотокросс это езда по специализированную треку на скорость на время кроссовый трек состоит из прямых поворотов и трамплинов то время как трасса эндуро представляет собой непересеченную местность где вы будете иметь дело с лесами полями и различного рода препятствия в виде подъемов а спусков камней и так далее что касается гонок заезд в кроссе длится обычно 25 минут в то время как в эндуро заезды начинается от 30 минут до нескольких часов именно поэтому сильно отличается подготовка спортсменов если мотокроссе мы всегда стараемся ехать максимально быстро то в эндуро часто приходится жертвовать скоростью ради выносливости из-за длины заездов ну и вообще в некоторых эндуро гонках считается просто почетным доехать до финиша в эндуро есть разделение на софт эндуро хард эндуро и вообще с каждым годом появляется все больше и больше новых форматов гонок поэтому уже даже внутри самого эндуро различается подготовка спортсменов так если вы привыкли есть по каким-то простым маршрутам просто лесам полям то поехав на хард эндуро гонку и столкнувшись с большими бревнами камнями подъемами вы рискуете что на этом может закончиться ваш заезд также есть серьезное отличие в мотоциклах для эндуро и для мотокросса но об этом чуть позже самый главный вопрос это с чего же все-таки начать важно понимать что эндуро появилась изначально из мотокросса и поэтому вся базовая техника идет отсюда за исключением прохождения некоторых препятствий и поправку на длину заезда и выносливость например в эндуро гонках на длинных прямяках спортсмен имеет возможность присесть расслабить ноги спину и дать мышцам отдохнуть в то время как в мотокроссе это можно сделать только в прыжках потому что трассы настолько насыщены элементами что расслабиться просто негде даже прямики на хорошо подготовленной трассе уже через несколько кругов становятся разбитыми поэтому возвращаясь к вопросу с чего же начать с мотокросс или эндуро я рекомендую с кросса чтобы вы знали 99 процентов гонщиков эндуро начинали с мотокросса и продолжают заниматься этим спортом вся базовая техника работы с мотоциклом езда в стойке прохождение поворотов разгоны торможение и куча-куча другого идет из кросса и именно в условиях трекова будет проще всего это отработать получив школу кросса вы сможете уйти в любую другую дисциплину и неважно где в дальнейшем будете это применять в эндуро гонках кроссовый гонках или просто при езде на даче и тут хочу заметить что с развитием рынка китайской мототехники все больше и больше людей садятся на мотоцикл и это очень хорошо но призываю вас все-таки вначале пойти поучиться потому что это позволит вам получать больше удовольствия от езды и набить шишки на первых покатушках плюс в дальнейшем исправлять ошибки будет гораздо сложнее чем сразу научиться ездить правильно теперь давайте перейдем к отличию мотоциклов первым отличием является более форсированный мотор на кроссовом мотоцикле что позволит быстрее выстреливать из поворотов и на старте оставлять эндурики позади но придется пожертвовать ресурсам мотора и чаще его обслуживать поршень на этих мотоциклов меняется в среднем каждые 80-100 часов вторым важным отличием который вы почувствуете при езде это жесткость подвески на кроссе она сделана максимально жесткой за счет чего она не будет пробиваться при больших прыжках и мотоцикл будет ехать стабильнее а эндурная подвеска более мягкой это сделано для того чтобы было комфортно при длинных заездах следующим важным отличием является угол выноса вилки на кроссе он больше за счет этого колесо чуть сильнее смещено вперед это делает мотоцикл стабильнее при езде на больших скоростях по разбитым прямиком она эндуро он меньше и это позволяет лучше маневрировать на маленьких скоростях также на эндуро мотоциклах обычно устанавливается фара в нашем случае и нет потому что спортсмен ездит на кроссовой трассе снял ее еще важным отличием эндуро является большой баг потому что в отличие от кросса где мы обычно ездим 20-30 минут эндуро гонка может длиться два три и более часов на первый взгляд различия незначительные но поверьте мне выехав на эндуро мотоцикле на кроссовую трассу при прочих равных вы будете сильно проигрывать кроссу по скорости не говоря уже что из-за мягкой подвески вас будет сильно болтать на волнах и трамплинах и и будет пробивать при жестких приземлениях